привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет с вами необычный ролик мне нужно будет от вас информация от вас обратная связь потому что такое мы будем делать впервые и я хочу знать заходит ли это вам или не заходит и так что мы придумали вы все знаете что в нашем мире есть немножечко сложности с перемещениями можно открыть сайт и посмотреть что же какие правила есть по заходам в страну но на самом деле очень часто бывает такое что реальность и информация даже иногда официальная очень сильно отличается между собой и так мы собрали друзей яхтсменов со всего мира и эти люди будут рассказывать нам сегодня как же обстоят дела непосредственно там где они находятся поэтому мы сейчас с вами открываем большую карту нашего мира открываем наш глобус и тыкаем пальцем и поехали 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 останавливаемся и с каждой конкретной локации нам будут рассказывать что же там происходит ну что вы готовы поехали но прежде чем мы начнем я хочу напомнить вам что у нас в онлайне вышел наш онлайн курс для кого он нужен если вы хотите приобщиться к яхтингу естественно это для вас добро пожаловать если вы уже получили лицензию вы хотите копнуть глубже то это то что вам нужно потому что в этом курсе я собрал информацию которая не только нужна по регламенту а то на которую нужно сделать акцент с моей точки зрения поэтому там будет и общение с костгардом и правила прохождения границ как сменяются различные акватор то есть это не совсем иншор это сильно больше ну что с этим понятно все ссылочки в описании и в уголке экрана записываемся на наш онлайн курс который очень крутой а мы продолжаем ну что начинаем центральной америки что же у нас здесь происходит в принципе страны центральной америки они открыты скажем коста-рика колумбия и панама сюда можно прийти но есть несколько моментов если вы привиты то вы заходите сразу вам не нужно сдавать даже пцр тест если у вас прививки нет то вы должны заранее связаться чтобы к вам организовали приезжает скорая берет тест и уже по результатам да или нет есть один маленький момент панама буквально недавно ввела новое правило для тех кто приезжает из стран которые они называют high-risk здесь есть и канада и соединенные штаты америки вот сейчас вы видите на экране список стран которые панама считает high-risk и есть шанс что вы можете остаться на один или два дня вас поселят в отель на карантин непонятно зачем это нужно что может показать один или два дня потом вы через это время сдаете еще один раз пцр тест и уже по результату они принимают решение что с вами сделать либо оставляют вас на двухнедельный карантин если он положительные либо пропускают страну и говорят добро пожаловать если вы заходите яхтой например из колумбии между панамой и колумбии были ли закрыты авиасообщения именно за счет от риска распространения короны но если вы заходите лодкой такой проблем нету поэтому для меня это все немножечко странно но мы не будем обсуждать логику происходящего давайте просто смотреть на то что надо если вы хотите попасть сюда так вот если вы заходите лодкой в марине все организовывают здесь есть иммиграция и таможня приезжает скорая все берут это же можно сделать если вы заходите в бокос либо напрямую в колонн и так далее на лодке можно пойти в коста-рику можно пойти в колумбию и мы думаем над этим решением когда мы починим наш сел драйв мы наверное сходим в колумбию и так как это по дороге есть остановка на санбласе мы еще проведем время на каких-то прикольных островочках то есть в какое-то время когда мы починимся когда я не знаю потому что вы знаете сервиса здесь нету и мы с этим страдаем но тем не менее планы такие и ситуация такая яхтинг в панаме шикарный острова лас порлос которые находятся в тихоокеанском бассейне на тихоокеанской стороне они также открыты то есть по нами ограничения для яхтинга нет канал открыт можно переходить на тихоокеанскую сторону мы не переходим по той причине что во первых тихоокеанская сторона ну кроме ремонта тихоокеанская сторона она сильно хуже то есть если мы собираемся уже дальше идти тогда конечно мы туда перейдем проведем время на лас порлос но до этого момента там делать нечего потому что в принципе достаточно грустно и уныло далее голопогосы можно зайти очень дорого и лодку никуда не пускают на одном месте поставили и только по 100 долларов в день с человека вы будете платить за вот такие трансферы то есть мы наверное там останавливаться не будем потому что наш друг дастин мы брали с ним интервью он ходил вот буквально недавно кстати его можно поздравить он завершил свою кругосветку и буквально пару дней назад он зашел на гавайи то есть этот человек очень мощный сильный в результате аварии он остался без одной руки без одной ноги не знал что делать и решил научиться яхтингу научился яхтингу и пошел в свою кругосветку чтобы доказать что он это может и он ее сделал несколько дней назад поэтому обнимаем его крутой чувак очень за него болеем дружим и надеюсь с ним скоро встретимся так вот он туда ходил и нам написал что надо это пропустить дальше французская полинезия она она закрыта но в теории туда какими-то там лазейками можно попробовать получить документы сейчас еще одна лодка здесь стоит в марине пытаются пройти эту процедуру если будет это возможно мы будем думать в этом же направлении но проблема в тихом что он полностью закрыт все островные государства такие как у кайлэнд такие как ньюи и прочие реально офигенные острова там тонго вануату это все закрыто и единственный вариант после французской полинезии которая сама по себе прикольная можно пойти только на фиджи ну пока мы немножечко ждем но в любом случае какой-то яхтинг будет дальше ну что ж с французской полинезии все понятно кстати у нас там никого нет поэтому если кто-то есть вот в этих тихоокеанских регионах я с огромным удовольствием попрошу записать нам видео оттуда на наш канал а теперь мы передаем слово далее и узнаем что же происходит в следующей точке вращения нашей планеты и погнали всем привет на связи мартиника сейчас вам расскажу как тут у нас обстановка наверно слышали через сми через газеты через телевидение что тут народ бастует всякие ужасы творятся как обычно все преувеличивают местный бунт он больше похож на праздник по нашим меркам я самый-самый разгар всех этих забастовок неоднократно пересекал весь остров севера на юг познакомился с кучей местного народа выяснилось что они крайне симпатизируют русским считают что вот они все тут такие борцы то справедливость против системы что русские тоже они все такие борцы поэтому мы вообще с местными неграми братья навек путин калашников все такое и Продолжение следует... 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 Да, значит, заходили мы сюда в конце июля, и тогда не требовалось абсолютно ничего, никаких тестов, никаких сертификатов о вакцинации. Мы делали все оформление через Марину вот здесь вот в Санта-Марте, встали у них там, значит, у них был хороший спешл, за оплаченные 30 дней, по-моему, мы получали 40, что-то такое, вот, и они делали нам все оформление без проблем, очень дружелюбный персонал, очень рекомендуем Марину Санта-Марту. Да, вот, на самом деле, наверное, можно было бы прийти вот сюда на якоре и найти какого-то агента, который бы сделал чек-ин там долларов за 100, мы просто не изучали этот вопрос, но я думаю, что если вы заморочитесь, то обязательно найдете. Вот, с точки зрения правил, они сейчас как будто бы меняются, вот только что я видел статью. Да, нашли статью, что теперь Колумбия будет требовать вакцинацию, либо хотя бы одну дозу вакцинации, и тогда нужен будет ПЦР-тест. Да, либо две дозы вакцинации, либо одну дозу вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Но вообще простой вариант написать в эту Марину, и они скажут, какие последние ограничения, то есть они в курсе всего, потому что они все это делают, вот, и без проблем. Да, все подробно вам расскажут. Да, из якорных стоянок здесь совсем немного в Колумбии их, вот эта одна, и вторая большая в Картахене. Вот, еще мы были в Порто Велеро, не рекомендуем это место. Это Марина, очень странное место, оно было дешевое, к нашему приходу подорожало, не знаю даже, что рассказать. Там ничего нет вокруг, мошки, комары. Странный сервис. Может, да, люди как бы не очень любят яхтсменов, и, скажем так, ну, если ваша задача просто оставить яхту и куда-то уехать, то, может быть, это и неплохо. Но, с другой стороны, по ценам там не сильно отличается от Санта-Марта и Картахены, где намного лучше. В Картахене есть две марины, Клабнотика и Клабеска. Клабеска, на мой взгляд, поуютнее, поинтереснее, хотя обе достаточно близко пешком от центра, и, в общем, классно. Единственное, там местные лодки гоняют, поэтому от них есть... Ну, волна постоянно, да, уже. Вот, что еще рассказать про Колумбию? Сейчас тут дует, я не знаю, вам, наверное, слышно тоже. Скорее всего, да. Хотя мы стараемся скрывать микрофон от ветра. Сделать вам комфортно, но, может быть, не получается. Мы стоим, ждем, пока перестанет дуть, чтобы пойти на Доминиканскую республику. И оттуда, может быть, вам расскажем тогда, что там и как. Такая ситуация там, да, уже. Вот. У нас есть, что, Инстаграм, Ютуб, не суперактивный, но подписывайтесь, если захотите. У нас есть, да, Ютуб-канал нашей лодочки, свои экспедиции. У Карена есть свой Инстаграм. У меня есть Инстаграм, я там, зовусь Корея Копян. Я думаю, что, может быть, вам будет интересно, там есть стихи и много про путешествия. Все это связано с вот таким образом жизни на яхте. Рассказываю о тех местах, где мы находимся и делаю такие небольшие срезы, смешанные с поэзией. Вот, вот так. До встречи на какой-нибудь уютной якорной стоянке. Пока. Пока. Давайте же я расскажу, что происходит именно сейчас. Итак, сейчас с начала декабря у нас введена так называемая система светофоров Traffic Lights. И она под собой имеет три цвета. Красный, оранжевый и зеленый. И в зависимости от того, насколько опасно распространение коронавируса в том или ином городе Новой Зеландии или в том или ином районе, этой зоне присваивается цвет. Этот цвет определяет то, какие ограничения действуют в этой зоне. Красный цвет больше всего ограничений, оранжевый чуть послабее и зеленый. То есть все, в принципе, можно, никаких ограничений нет. Сейчас мы только сами начинаем жить по этой системе, поэтому я еще до конца сам не разобрался, какие ограничения здесь. Сергей, привет, привет зрители. И небольшой новостной анонс из Новой Зеландии о том, что у нас тут вообще сейчас происходит. На самом деле в обычное время у нас не происходит практически ничего, но в связи с ковидом нам тоже есть о чем рассказать. И как вообще страна переживает эти времена. Паром. Давайте расскажу немножко с истории, что у нас происходило здесь с самого начала пандемии. Когда началась пандемия и все страны стали закрываться, Новой Зеландия жестко закрыла свои границы и не пускала на свою территорию никого, кроме резидентов и граждан. Причем и те и те помогли только приехать в случае прохождения двухнедельного карантина в специально отведенных отелях. И, в общем-то, это неплохо работало. У нас ковида не было до августа этого года. То есть все было свободно. Кроме каких-то небольших локдаунов не было никаких ограничений. Все работало и жизнь продолжалась как есть. Но вот сейчас, начиная с августа, нам завезли этот новый штамм Дельта. Уже не совсем новый. И у нас начали появляться все больше и больше кейсов. Мы опять сели на локдаун. И у нас локдаун продолжался буквально до прошлой недели. То есть в начале декабря только у нас сняли некоторые ограничения и выпустили нас из локдауна. Что же теперь у нас происходит? Правительство объявило о том, что в следующем году, в начале года, мы будем постепенно, постепенно снимать все ограничения, которые есть на данный момент. А именно, с... Сейчас мы только начинаем жить по этой системе. И сами тоже разбираемся вообще во всех нюансах того, что можно и что нельзя. Оклон находится, например, в красной зоне. Вся остальная сторона находится в оранжевой. И в принципе, в принципе, жить даже при красном цвете можно. Работают рестораны, работают бары. Единственное, что много где спрашивают QR-код. QR-код выдается здесь при вакцинации. То есть если вы вакцинировались, у вас в приложении в специальном появляется QR-код, и вы его везде можете показывать. Ну, как и в многих других странах мира. Вот с этим QR-кодом везде можно ходить. Без QR-кода есть ограничения на собрание людей, на посещение массовых мероприятий. Правительство объявило, что со следующего года будут постепенно сниматься ограничения на границе. Итак, с января можно будет ездить в Австралию, в Голдкост, гражданам Новой Зеландии. И можно будет ездить на Кукс-Айланд. При этом можно будет возвращаться без карантина. Начиная с февраля можно ездить уже куда угодно и тоже возвращаться без карантина. Единственное, что могут вводиться какие-то особо опасные страны, из которых, по-моему, карантин все-таки тоже будет нужен. Но этот момент пока непонятен. И самое главное, что с 30 апреля, ну то есть фактически с начала мая, объявили о том, что можно будет наконец-то приехать туристам и иностранцам в Новую Зеландию. Чего мы все очень сильно ждем, потому что у всех много друзей, родственников, которых мы давно не видели. Вот примерно такие новости. На этом все. До встречи. Всем привет. Расскажу об особенностях яхтинга в Греции. Начну с ковидных дел, которые интересуют сейчас всех, не только яхтсменов. Греция открыта для входа, если есть свежий ПЦР или прививка. Причем российский спутник тоже принимается. Вот сейчас мои друзья пришли из Черногории, открылись на Корфу, заплатили 200 евро, ну чуть меньше, за два месяца. Это налог на ветер. Платить его надо обязательно. Без него очень большой штраф. По маринам. Марины в Греции есть, но их очень мало. Они в основном частные, переполненные и транзитные лодки. Стать туда проблематично, иногда и невозможно. Но есть много муниципальных марин. Что такое муниципальная марина? Это причальная стенка, ничем не оборудованная. Выкладываем якорь, оттягиваемся кормой к пирсу, где, в общем-то, может и не быть ни привычных намуток, ни тумб, а будут какие-нибудь кольца, скобы, ржавые. Иногда они и под водой. Очень неудобно. Также у этих стенок часто бывает скос или камни под ними. И повредить перо руля проще простого. Летом все эти муниципальные марины переполнены. Лодки встают в несколько рядов. Якоря путаются. Я сама стояла пятым бортом лагом на поросе, вторым бортом, не бортом, вторым рядом на гидре. Это развлечение то еще, особенно при боковом ветре. Якорные стоянки также полны. Сейчас покажу, что у нас внутри, а потом покажу, что у нас снаружи. Снаружи у нас все плохо. Штормуем. А перед этим были прекрасные и теплые дни. Но, впрочем, и сейчас здесь, в Афинах, плюс 18. Ну, вернее, уже 15. Так, выходим наружу. Думаю, телефон не выйдет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Там волны летят через молнии. И заливают лодки. Вот полетела. И по погоде в Игейской части, там, где кеклады, летом дует ветер мельтемей северный, который может быть достаточно сильный. Особенно он усиливается между островами. И ходить непросто. Впрочем, ионическая часть, которая более зеленая, на которой также множество прелестных островков, бухточек, менее подвержена вот этому ветру, но и там, и там есть явление катабачики. То есть встаете по полному штилю, и там через полчаса, час, из ниоткуда, прилетает 30-35 узлов, срыв с якоря, со всеми последствиями. Но, да, поэтому Греция, она слажена за начинающих шкиперов. Пожалуй, это самый сложный регион Средиземки, учитывая, что сложно встать, марина не оборудована, и все через якорь. Однако она прекрасна, очень разнообразная, вкусная, и в ней много исторических памятников. Ходить здесь интересно. Желаю вам тоже здесь получать удовольствие. Чао! Всем привет! Меня зовут Александр. Я веду канал Между мирами. Проживаю в Турции на своей яхте. И по просьбе капитана Германа снимаю новостной ролик, как дела обстоят в Турции с точки зрения яхтинга. Как сюда зайти, что нужно, какие документы, ну и все, в общем, в таком духе. Чтобы зайти в Турцию, вам нужен before sale, купча, ваша. Если лодка не ваша, то тогда нужна доверенность, нотариально заверенная. Права подходят абсолютно любые. Обязательно должна быть страховка. У вас обязательно должен быть черный танк. В общем, по документам это все. Также, поскольку сейчас борьба с коронавирусом, вам нужно будет иметь ПЦР-тест, либо прививку. ПЦР-тест в море вы нигде не сделаете, поэтому, когда приходите в Турцию, вы должны повесить желтый флаг и флаг Турции. То есть, вы становитесь на карантин, вызываете прибрежную службу, сдаете тест, и, собственно говоря, вас проводят на таможенный пирс. Ни в коем случае вы не должны входить ни в одну из марин. Если вы зайдете в марину до того, как пройдете таможню, вас очень сильно оштрафуют. То есть, первым делом, если вы пришли ночью или в выходной, то есть, просто встаньте на якоре, вывезьте желтый флаг, вывезьте флаг Турции, и все, и стойте, ждите, пока не наступит понедельник. Когда вызовете таможенную службу, тогда только вы можете выходить, вообще спускаться на землю. Или заходить в любую другую марину. Также у вас должен быть черный танк. Это очень строго проверяется. Штраф за отсутствие черного танка. Ну, то есть, за отсутствие черного танка вас просто не пустят. Если вы зайдете, и у вас не будет откачан танк, не будет отметки об откачке танка каждые 15 дней, вас оштрафуют на 2000 с копейками евро. Так что, имейте в виду, штрафы здесь очень серьезные, будьте аккуратны. Итак, сколько вы можете находиться в Турции на своей лодке? То есть, если у вас нет ВНЖ временного, ну, который дается на год или на полгода, то есть, в зависимости от того, насколько вы арендуете либо жилую площадь, либо марину. Если у вас нету, то вы можете находиться в Турции сначала 60 дней, потом вам нужно покинуть Турцию на 14 дней минимум. И потом еще вы месяц можете находиться. Сколько может находиться лодка в Турции? А вот тут уже очень, очень такой щекотливый вопрос. Вроде как 5 лет. И это действительно так. Лодка может находиться 5 лет в Турции, то есть, не покидая ее. Но, если она стоит на физическом лице, то есть, ну, не на компании, и человек, который является владельцем этой лодки, он проживал в Турции больше 180 дней, в общем, тут очень такой каверзный, в общем, у них закон, то тогда у вас будут проблемы с получением транзит-лога и проблемы с оформлением выходов в территориальные воды. Штраф, насколько я в курсе, 7000 евро за вот такое вот движение. То есть, вы должны зайти на лодки, не больше 180 дней находясь в Турции, если она на физическое лицо, то есть, на юридическое лицо, 5 лет спокойно она может находиться. То есть, вы сделаете компанию, без разницы, какая компания, офшорная, либо российская, и заходите в Турцию на 5 лет. Ходить по территориальным водам Турции можно абсолютно любому суду, которое прошло, естественно, таможню, и имеет все соответствующие документы, которые я уже вам перечислял. Но не забывайте про блюкарт и откачку черных танков. Даже если вы не ходили, она стояла в марине, каждый раз с выходом из марины лучше делайте откачку, ну, формально хотя бы, чтобы у вас не оштрафовали. Вот. Ходить можно везде, где угодно, но имейте в виду, вам еще нужно через агента будет сделать крюлист. Крюлист. В этом крюлисте должны быть все, кто находится на судне. Еще пока не было прецедентов, но нам уже фактически, можно сказать, угрожали. Полицейские водные говорили то, что у нас один человек был вписан в крюлист, а его по факту не было на лодке. И они говорили, что это очень нехорошо, и в принципе могли бы нас оштрафовать, но они нас, ну, как бы, простили. Ну, как простили, они нас до этого штрафанули на 2,5 тысячи евро. Вот. Поэтому имейте в виду, что те, кто на судне, они должны быть внесены в крюлист. По городу также можно передвигаться абсолютно спокойно, нигде вас не остановят. Ну, в принципе, документы не особо проверяют, но если вы здесь остаетесь надолго, то, конечно, вам нужно будет сделать ВНЖ. Это такая карточка, которая вам позволяет не безвыездно находиться на территории Турции. По поводу масочного режима, конечно же, он здесь присутствует. Во всех магазинах вас просят надеть маски, во всех госучреждениях вас просят надеть маски, то есть везде просят надевать. По городу пока не просят надевать. То есть все ходят без масок пока по городу. Пока что ситуация такая. По поводу наших ощущений, как нам Турция. Турция нам довольно-таки сильно понравилась. Ходить здесь есть где. И даже я вам скажу, что мы вот здесь год находимся, и тут можно ходить несколько лет. Хотим ли мы покинуть Турцию? Да. Но по немного другим причинам мы сейчас перебираемся в Черногорию. А так, в принципе, страна удобна для россиян. Лететь сюда с России недолго, недорого. И очень комфортно в плане климата. Сейчас зима. Какое декабря? Восьмое декабря. Восьмое декабря. И как видите, ну да, немного в кофточке, но в принципе солнышко светит, тепло. Так что приезжайте в Турцию. Привет всем странно Ифы. Как дела? Меня зовут Саныч. Я приветствую вас со столицы канадских островов, с юга острова Тенарифа. Как вы знаете, Тенарифа один из важных регионов мирового яхтинга, потому что это важная точка для зимнего яхтинга. И, конечно же, через канадские острова пролегает один из главных маршрутов западной миграции из Европы на Карибские острова. В связи с появлением нового штамма коронавируса Omicron, конечно, по всей Европе, а Испания это неотъемлемая часть Европы, канадские острова неотъемлемая часть Испании, во всей Европе немножко ужесточаются условия въезда. Например, для украинцев раньше хватало только свидетельства о вакцинации, теперь же некоторые регионы Испании требуют наличия как минимум антиген-теста. Что ж, это не сильное усложнение, он везде не очень дорогой, но если вы едете в Испанию, пожалуйста, озаботьтесь также помимо вакцинации наличием антиген-теста. Также в Испании, наряду уже с Португалией и Францией, которые приняли это давно, в Испании также начинают вводить грин-пассы для посещения ресторанов. То есть сейчас, когда выходят в ресторан, пока еще это не нужно, но впоследствии на входе в ресторан будут сканеры QR-кодов и будут проверять наличие грин-пасса. В Испанию по-прежнему открыт въезд для всех украинцев, с вакцинацией одобрены списком Испании, но в Испании один из самых больших списков в Европе, поэтому все украинские вакцины проходят в Испанию хорошо. Испания также закрыта пока для жителей России и Беларуси, так как российская вакцина не одобрена правительством Испании, но некоторые россияне въезжают через Венгрию, потому что Венгрия одобрила спутник, и Греция одобрила спутник и пускает с пациент тестом, поэтому некоторые особо хитрые туристы, скучающие по Испании и по Канадским островам, въезжают сюда через такие окна в виде Венгрии и Греции. Вход на яхтах по-прежнему свободен, перед входом нужно заполнить форму, это стандартная простая форма, которая заполняется на официальном государственном сайте, займет это 2 минуты времени, ну и скорее всего вас отправят на тест, но это тоже несложно, потому что пункты сдачи тестов организованы сейчас почти во всех точках въезда, входа, влета в Испанию, поэтому это не займет много времени. И по-прежнему немножко более лояльные условия для коммерческих моряков, для Симонов, для тех людей, кто работает в море, кто является частью коммерческой команды, пусть то коммерческое судно, перевозящее товары, или исследовательское судно. Если у вас есть паспорт моряка, и вы часть команды, к вам будет немножко более лояльное отношение, вход немножко более простой, то есть будут спрашивать меньше документов, меньше выяснять все. Ну, в принципе, даже без этого въезжать, входить на яхте, влетать на самолете украинцам вполне легко. Официально страна имеет статус открыта, то есть страна впускает спокойно и туристов, и тех, кому надо сюда по каким-то делам, то есть без проблем. Главная составляющая это наличие одобренной вакцины и наличие теста. В некоторых регионах Испании требуют тест ПЦР, в некоторых хватает антигена, как правило, везде хватает антиген-теста на въезде. Мир яхтинга также открытый и свободный, от нас каждый день уходят лодки на Карибские острова, привет, Сережа, и к нам приходят каждый день лодки из Европы. Яхтсмены живут полноценной жизнью, дышат полной грудью, как это обычно в море уводится, и мы желаем вам также путешествовать, если у вас есть лодка, пожалуйста, выходите на воду, приходите к нам на Канару, обходите в Круга Светку, привет, Сережа, и всячески старайтесь чувствовать свободу в этом мире, в которой еще остается пока достаточно много, а для яхтсменов так и подавно. Поэтому всем привет, всем, кто на море, всем, кто на суше, будьте умничками и носите маски. В Испании маски на улицах носить не нужно, маски требуется носить только в общественных местах, в общественном транспорте, в закрытых площадях, на яхтах можно обходиться без масок. Ну, а если у вас дневной тур, например, с незнакомыми людьми, выход в море посмотреть на китов и дельфинов, тогда, конечно, в маске придется быть. А так, внутри яхты ее носить не обязательно. Желаем всем здоровья, хорошего настроения, полных парусов ветра, и на этом все новости с канадских островов на сегодня. Еще я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые высказали свое мнение, записали видосики, показали, что же происходит в их мире, в тех местах, где они стоят. Друзья, жму вам руку, огромное вам спасибо. Надеюсь, что мы дальше будем делать то, что начали, потому что мне такой формат нравится. Посмотрим, как он зайдет нашим зрителям. Ну что, друзья, вы видите, какая на нашей планете сейчас ситуация, что происходит в каждой стране, можно ли яхтить, нельзя. Я попытался сделать такую сборную, новостную ленту, и надеюсь, для вас эта информация как минимум интересна, если не актуальна на все 100, если вы не планируете ходить в ближайшее время. А если планируете, тогда это, наверное, для вас еще более важно. Друзья, жду от вас обратной связи, потому что, как вы знаете, любые пилотные выпуски, они пилотные, они могут как заходить, так и не заходить. Если такой формат вам интересен, мы можем и дальше делать какую-то новостную ленту, что-то меняется, то есть это не будет часто, говорю сразу, но там как-то в какой-то промежуток времени мы можем это повторять. Ставим лайк, подписка, колокол, ну и все. До встречи уже совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»